но наговаривался порой ты это был не промптер он явно говорил вот что люда все да давайте уже мы быстро оговоримся да здравствуйте на канале и тон тв программа разбор полетов сегодня веду я михаил горин со мной в студии мои коллеги журналисты лазарь данович здравствуйте и павел маргулян здравствуйте ну только что прошел новый год о нем мы и поговорим точнее новый год и политика во первых в израиле у нас теперь новый год получил практически официальное новое название он называется на такой русско-израильский манер новый год одним словом и пишется также во вторых практически ну практически больше все нет ну не все большинство несколько человек нет и ведущих израильских политиков в этом году поздравили русскоязычных граждан израиля с этим праздником который раньше праздником в общем то не был а теперь им стал поздравляли они его в основном социальных сетях делали такие теле даже практически телесюжеты это было очень интересно по-разному вы все видели да все виды вот какое воспечатление осталось вот я начну спас поздравления бенемина ты ньяк павел тебе понравилось мне что-то не очень нравится все ролики с участием вот пара дениса черкова семена графмана потому что мне кажется я пойду поясню это известные известные блогеры до блогеры почему в этот раз они были без спортивных костюмов с эмблемой ссср на бутылке русской водки да хотя наверное было бы гораздо более пикантно если бы они пришли бенемин ты нягу меня смотрите во первых про все эти ролики мы сейчас дальше может быть и критиковать их будем во первых это приятно скажу когда знаете как говорят во первых это красиво это приятно что тебя поздравляет с праздником почти все так кстати главные израильские политики естественно когда мы говорим о политиках у тебя не может не появиться мысли ли что они это делают в целях так сказать пиара собственного потому что у даже бениамин на дняху там выскочила фраза которая скрывала причину того почему он с ними снялся сказал я слышал вы сделаете много шума в сети то есть ему сказали что у этих парней там сотни тысяч подписчиков и с ними на записывал по моему с ними не первый год никогда в прошлом году тоже он с ними подписывался на то что это не ягу там говорит не сильвестра новый год и он там вареники есть когда не уходит одна трудно это критиковать понимаете это вот бьет по нашим так сказать самым каким-то чувствительным моментом вот у меня такое ощущение так пусть будет ради бога я я за пусть поздравляют с праздником я хотел бы чтобы в следующие годы следующие года они еще с праздником поздравляли вообще всех израильтян а не только русскоязычных израильтян будет совсем тогда хорошо у тебя такие же ощущения да нет у меня не совсем такие ощущения я ни умиления ни большой радости от этого не испытал хотя и каких-то уж сильно негативных чувств у меня к этому не было как мне кажется что эти два персонажа мне кажется что они немножечко выглядят для меня во всяком случае может быть я старый брюзга но для меня они выглядят достаточно обидно это в принципе ожившая как ее звали кассиршу эту люба баба люба ожившая кассирша русская вульгарная тяжелая такая смешная нелепая которая была героиней эмористической программы эртс на эдерет много лет много лет назад теперь они эти ребята явно конечно не глупые все умеют они избрали себе такую маску они на этом хорошо уже сделали пиар себе и своему партнеру и другим партнером вот но я предпочел бы чтобы меня все-таки не ассоциировали с ребятами в трениках из бутылки водки хотя я люблю этот напиток вот но все-таки чтобы они как-то меня не оглупляли целую вот эту большую категорию людей взяв компанию еще главу правительства моей страны но прав павел что да слава богу что не клеймята поздравляют это уже уже хорошо хотя может быть со времени они научатся делать это умней иногда даже бывает что и в израиле обучаются политики чему-то такому то что находится на на стыке политики морали и общественного мнения иногда у них получается но пока нет пока нет министерство просвещения вывесила в поздравление где поздравила с новым с новым годом в качестве иллюстрации были четыре матрешки но почему-то в хиджабах поликорректность да матрешки были не не угадывались вот эти русские передники там или какие-то черных одеяниях они были в черных одеяниях вот как вот такой как мама мама талибан вот я сразу подумал что это матрибан такой понимаете получился матрёнистый такой талибан вот потом они правда сняли когда им цель вы что с ума сошли в этом виде людей убивают взрывают а вы русских так поздравляете какое они отношения что это недодуманность конечно недодуманность потому что переход очень резкий отклик клеймлении селивестром я просто напомню нашим телезрителям хотя уже в этой студии мы напоминали год назад два года назад да что этот наш как бы семейный праздник традиции отмечания нового года которые мы сюда привезли вместе с собой и даже иногда с игрушками елочными игрушками из той страны из которой приехали вот они связывали всегда с антисемитом убийцы евреев сельвестром про которого мы услышали только здесь и что его так сказать эти все связаны он связан с этой датой с 31 декабря мы же этого никогда не знали не слышали и понятия не имели ну да мы понимали что конечно не совсем в иудейской традиции нет нет в святцах иудейских святцах нет этого праздника но мы не считали его никаким не государственные религиозным то что начали поздравлять слава тебе господи о том что я хочу еще рассказать во что иногда это выливается я скажу потом потом павел такой вопрос когда я смотрел отклики на новогодние поздравления из ха ха герцога он почему-то не ави габай руководитель сионистского лагеря почему-то поздравлял а исха гесар на по старой памяти бывший глава сианинского лагеря и цепи ливни поздравлял я заметил было две крайности одни говорили вот зачем это нужно и так далее чего они вдруг нас поздравляют с другой стороны я подумал что а вот если бы они не поздравили я уверен что столько было бы вы же возмущенных откликов а почему они не поздравили связи с этим у меня такой вопрос все-таки возвращаюсь к началу нужны ли эти поздравления я вообще за праздники чем больше пройдет я поясню павел и поздравления с праздниками я за них тем больше праздников и поздравлений по мне что значит нужны не нужны нет нет я поясню я просто не дни не закончил вопрос последние годы и особенно в этом году всяческий и евретоязычная пресса евретоязычные сми подчеркивают что этот праздник новый год стал практически израильским праздником израильские пабы рестораны 31 декабря забиты гуляют гуляют коренные израильтяне которые не имеют никакого отношения к выходцам из русского и советского союза но их почему-то с новым годом глава правительство не поздравляет он поздравляет и другие политики конкретно русскоязычных граждан что это но как я уже сказал я надеюсь на прогресс в это я вот во время первого своем монолога сказал что я надеюсь что в будущем они начнут поздравлять все население страны не только русскоязычных сейчас мне кажется в этом году я вот например увидел перелом от в отношении сильвестра сильвестра стали вот этого несчастного отодвигать назад и стали чаще употреблять новый год потому что сильвестра был поводом для нападок на тех кто встречает новый год что вот она была антисемия там и так далее сейчас мы вроде бы преодолеваем просто здесь эволюции процесс это будет постепенный и я очень надеюсь что в израиль в этом плане не будет отделяться от всего мира и будет отмечать новый год он же у нас называет не официально новый гражданский год потому что нас еще есть новый еврейский год что мы будем поздравлять и глава правительства и лидер партии будут поздравлять и всех нас с тем что наступает следующий год и будут там что-то в этом году в следующем обещать и так далее у меня есть конечно же подозрение такой вот голосок внутри червячок который говорит что из-за усиливающихся слухов о том что следующий год будет годом выбора было такое обилие поздравления с новым годом но я его подавляю горе нет это идет процесс идет эволюция народ политики начинает признавать это праздником на самом деле я просто хочу поправить чуть-чуть пожалуйста это не праздник в израильском перечне праздников он не присутствует новый год это по закону на 1 января каждый может взять все выходные 1 по закону принятому инициированному в свое время заевым элькиным тогдашним министром тогдашним главой коалиции он просто внесен наряду с мемуный праздником марокканских евреев сектом праздником эфиопских евреев еще рядом праздников в том числе 1 мая кстати также внесли 1 января как день по выбору человека ты можешь сделать счет отпуска по твоему выбору и в принципе у твоего работодателя нет права тебе в этом отказать а если работодатель государства то это не имеет значения и государство тебе не имеет права отказать в выборе этого дня в качестве праздника и вот я думаю знаете что хорошо в этом году было действительно очень хорошо что в комиссии по внутренним делам который возглавляет новый глава как коалиции господин амсалем давид амсалем что эта комиссия должна была рассмотреть вопрос о утверждении на второе и третье чтение закона о закрытии магазинов по субботам и господин амсалем вот видимо все-таки гражданское чувство есть он назначил это слушание не на 12 часов ночи 31 декабря хотя мог что будний день кнесет бывает и комиссии его работают по ночам он назначил все-таки не на 12 часов ночи 31 декабря но на 8 утра 1 января понимаете вот он поздравил таким образом тем более что мы знаем что на эту комиссию должны были прийти представители партии наш дом израиль в которой в которой много русскоязычных депутатов которые таки да справляют новый год я даже подозреваю что во главе с главой своей партии с министром и с министрами то есть вот он их все-таки вошел в их положение и не назначил это на 10 минут первого благородно благородно я считаю все благородно нормально все понимаете вот так вот маленькая такая вот такой мстительный подарочек понимаете все-таки павел вопрос к вам каждый год в этом году говорят было я сам не был но говорят было очень красивая елка в яфа в тель-виве яфа где живет где живет очень много арабов христиан связи с этим вопрос вот кажется ли вам что от года года увеличивающая вся эта новогодняя толерантность приведет ли она к тому что в тель-виве на площади который носит имя рабина перед зданием муниципалитета тоже появится елка я очень надеюсь но в яфа елка традиционного башни там она каждый год стоит в этом году по моему добавился елка еще одна около вот комплекса на старой железнодорожной станции на вид она там есть елка правда она не деревянная она из лент каких-то но это елка там наверху чуть ли не звезда стоит так далее я знаю что в этом году были гуляния в тель-вивском порту ночные 31 января туда народ приглашали и то есть и я очень надеюсь что это количество начнет переходить качество и вполне возможно что на площади рабина поставят елку я вообще никакой проблемы в этом я говорю я за эволюцию она мне кажется постепенно идет давидом соли может и не подозревал может быть это была месть а может он даже не подозревал о том что вообще этой ночью происходит скорее всего ладно вот я в это верю запросто может быть что мы сможем его поставить елку там да и народ будет но если она объявла стоит это тоже муниципальная территория тель-авива почему там не поставить тогда последний вопрос лазарь я последний эпизод я просто вам хочу вот что вспомнить по по поводу господина амсалема и и вот этого вот ранне утреннего голосования то есть чтобы прийти на комиссию пройти в кнессет доехать надо было встать 6 часов минимум да а женщинам может быть пораньше привести себя в порядок то есть праздник удался а и в этот же день я прихожу домой значит и обнаруживаю на двери объявлению написано что вашем микрорайоне с 8 часов утра 1 января по по 4 часа дня 1 же января будет отключена вода связи с ремонтно-профилактическими работами можете представить а рай в районе достаточно много русскоязычных семей то есть тех кто справляет новый год можете представлять такую радость особенно связанную с посудой с праздничного стола и вдруг все все набрали все бегали друг другу наберите воды потом скипятите все таки ну не вспомнили свое коммунальное прошло утром есть вода весь день есть вода понимаете все таки тель-авивский водоканал трест он все-таки чем-то отличается от кнесси да как мне показалось лазер я все-таки успею задать вопрос последний из разряда новогодних фантазий по поводу елки на главной площади в тель-авива вопрос такой последние опять-таки годы появились израильские раввины становится все больше которые стали говорить что да действительно это сильвестр тут вообще ни при чем это люди привезли с собой праздник и так далее на твой взгляд доживем ли мы до таких дней когда на новый год не только глава правительства и политические деятели будут поздравлять русскоязычных граждан израиля с новым годом но и раввины я думаю да потому что но перестанет это быть принципиальным вопросом до такой степени мне на днях напомнили анекдот связаны с этим рэб скажите пожалуйста а может ли еврей наряжать елочку на новый год нет ни в коем случае вы с ума сошли да но я видел что у вас там вот в окне какие-то огоньки разноцветные мелькали он говорит но я же никого не спрашивал вот я думаю что хорошо на этом и заканчиваем нашу программу я думаю что раввина не избираемая должность поэтому у них это больше времени займет политиков посмотрим посмотрим еще впереди я надеюсь много новых годов или новых годов но во всяком случае в наших во всех наших семьях есть уже и родившиеся здесь малыши так называемые сабры как тусята у кота у многих из которых мамы или папы не являются выходцами из русскоязычной среды и даже бывает что и не говорят на русском но мы всех уже и взрослых и помоложе и совсем маленьких научили что елочка это хорошо и под елочкой есть подарки в этом году между прочим как альп продавала елки настоящие да не каждый год продает каждый год продает это не дипломатов иностранных журналистов и представителей других конфессий раздает бесплатно а для всех остальных тем не повезло те платят я лично видел уникальную по моему порядка 80 шекелей за елку есть дешевле я видел картину когда по первому шоссе ехал легковая машина на крышу который был привязан в ее ну вот это было коллеги на этом все большое спасибо напомню что со мной в студии были журналисты павел маргулян и лазарь данович всего доброго с новым годом